Много дорог было в жизни композитора Дмитрия Шостаковича. Но это всегда радостно, ведь впереди встреча с Ленинградом, городом, где прошли лучшие годы его жизни. В этом городе он и родился. Здесь прошло его детство. Этот город подарил ему удивительное чувство гармонии. Здесь он нашел свое призвание. Музыку. В 13 лет переступил он порог прославленной консерватории. Талант юного музыканта был сразу же замечен. «Шостакович — одна из лучших надежд нашего искусства», — сказал о нем тогда директор консерватории композитор Глазунов. В 17 лет он получает диплом пианиста, а в 19 заканчивает консерваторию как композитор по классу профессора Штейнберга. Дебютом его стала первая симфония. Молодой композитор много и плодотворно работает. Он встречается с Маяковским, пишет музыку к его пьесе «Клоп». Ее ставит выдающийся советский режиссер Всеволод Мирхольд. Создает оперы «Нос» и «Катерина Измайлова». Шостакович остро чувствует созидательный ритм первых послереволюционных лет. Трудовой подъем первых пятилеток. И откликается музыкой. Гимном радостному свободному труду стала его песня от встречного. «Катерина Измайлова» Многое было создано в те годы. Много было планов. Но судьбу композитора и его народа ворвалась война. Фламя неоставленных городов. В грохоте ночных ленинградских разрывов ощутил Шостакович бездушную, тупую силу фашизма. Услышал безжалостную поступь нашествия и передал ее в музыке. 9 августа 1942 года седьмая симфония Шостаковича прозвучала в блокадном Ленинграде. В тот вечер на город обрушился невиданный артиллерийский обстрел. Но в зале филармонии не было сводных мест. Оркестранты пришли из окопов, слушатели из опустошенных блокадой жилищ. Спустя много лет участники того концерта вновь собрались в белом зале. Пришли все, кого пощадила война. Как и в тот военный вечер за дирижерский пульт встал Карл Элиасберг. О чем вспоминает сейчас дирижер или это женщина? Мы знаем, такое не забывается. КОНЕЦ КОНЕЦ Музыка композитора Патриота Стала частью общей борьбы с населением. В ней сплавились неистребимые нервы к врагу и вера в победу над ним. После войны композитор писал. Я думаю, что эпиграфом ко всему нашему творчеству в ближайших лет будет короткое и великое слово «Победа». КОНЕЦ 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 Ленинград Ленинград. Перекресток истории. Может быть, именно этот город воспитал Шостаковича удивительный дар слышать время. В архитектурных ансамблях и памятниках ему открывалось не только величие гармонии и покоя. Ему чудилось дыхание истории. Слышались подзвуки далеких битв за свободу. КОНЕЦ Сквозь время осмыслил художник первую русскую революцию и посвятил ей 11 симфонию. Она так и называется – 1905 год. Мелодии старых революционных песен звучат в музыке 11 симфонии как протест против рабства и тирании. КОНЕЦ 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 Не случайно композитора привлекают творение Шекспира. Фильм Гамлет с музыкой Шостаковича триумфально обошел все экраны мира. КОНЕЦ КОНЕЦ В Англии на родине Шекспира Шостакович один из самых почетных гостей. А чтобы услышать музыку прославленного советского композитора, в концертные залы выстраиваются длинные очереди. КОНЕЦ Напряженная жизнь композитора. КОНЕЦ Поездки на фестивали, участие в творческих конференциях, выступлениях. КОНЕЦ 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 Этим людям выпала редкая возможность Слышать, как играет в концерте сам композитор Гораздо чаще музыка Шестаковича звучит в исполнении лучших музыкантов современности Квинтет У рояля Святослав Фриктер Гораздо чаще музыка Гораздо чаще музыка Концерт для скрипки с оркестром Исполняет Леонид Туган Исполняет Леонид Туган Исполняет Леонид Туган Пятая симфония Дирижирует Евгений Нравинский ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Шестаковичи рукоплещут тысячи и тысячи людей в концертных залах всего мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они приветствуют героя социалистического труда, лауреата Ленинской и государственных премий СССР, лауреата Международной премии мира. Но прежде всего они благодарят художника, которому близки и понятны мысли и чувства каждого человека, которого тревожат судьбы всего человечества. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МИРА ВЕЛИКОЕ ДЕЛА Слова этой песни созвучны в судьбе самого композитора, страстного летописца 20 века, всей своей жизнью и творчеством, утверждающего добро. МИР НА ЗЕМЛЕ Скоро встреча с Ленинградом, встреча с молодостью, с одним из самых любимых произведений композитора первой юношеской симфонии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, много, много, это очень много, много. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Как будто вот, да, посильнее ударить, побольше, как будто замахнуться просто. Это очень тихо, надо в четыре раза громче. Дам-трам, па-пам, это, например, па-пам, немножко ее попридержать чуть-чуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень тихо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьмем. Да, теперь, значит, вот это, сорок первая цифра, квинтет. Сразу партизм, вот здесь уже, так сказать, все же начинается. Это самое, так сказать, прекрасное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первая симфония. Она принесла ему признание. Она и сегодня звучит в концертных залах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не мог бы работать в отрыве от жизни. Без впечатлений, восторгов, вдохновения нет творчества. Эти слова стали девизом всей жизни композитора Дмитрия Шостаковича. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова